Катастрофа самолёта Самый объективный экономист современного Башкортостана Рустем Шайахметов сообщает, что Башкирия занимает 5 место в Российской Федерации по микрокредитованию населения. Только за июль 2023 года было выдано 98 400 микрокредитов. То есть каждому 40-му взрослому жителю республики Башкортостан. Это на 11% больше, чем микрокредитов было выдано за июль прошлого года. Наверное, не надо объяснять, что микрокредит, а это сумма до 30 тысяч рублей, берётся только в отчаянной ситуации, когда рассчитывать уже больше совсем не на чего. И не надо объяснять, наверное, что микрокредит – это узаконенный грабёж, это выдача денег под гигантские проценты и фактическая кабала. Неудивительно, что уже 17% работающего населения Российской Федерации испытывает трудности с выплатой по долговым обязательствам всех разновидностей. И, наверное, трудно подобрать более объективные показатели для оценки результатов усилий российских властей в области экономики за последние полтора года. В сети опять пошли разговоры о скором блокировании Ютьюба. Так что, пока вы не потеряли с нами связь, подпишитесь на наш Яндекс.Дзен «Открытая политика» и телеграм-канал «Открытая политика». Там всё дублируется, и вы точно не потеряетесь. А пока Ютьюб работает, не забывайте поддерживать наш канал материально. Сделать это можно единственным способом, перечисляя посильную вам сумму на тот расчётный счёт, который мы показываем в каждом выпуске и под каждым выпуском публикуем. 100-200 рублей точно не сделают вас нищими и точно помогут нам жить дальше. Две недели назад мы уже рассказывали о зарождающемся скандале в семье министра финансов Республики Башкортостан Лиры Игдисамовой. Но тогда всё звучало несколько смутно, анонимно, в телеграм-каналах, без прямых отсылок и так далее. Но на этой неделе, в среду, старшая сестра Лиры Закуановны Гульнара Закуановна выступила с гигантским интервью-разоблачением в издании «Пруфы.ру». Собственно, маски были сброшены. Как мы уже и говорили, родная сестра, старшая сестра министра финансов Республики Башкортостан Лиры Закуановны Гульнара Закуановна некоторое время возглавляла странное казённое учреждение под названием «Информационно-аналитический центр Республики Башкортостан». Этот центр сейчас находится в стадии ликвидации. Так вот, эта самая Гульнара обрушила в интервью на башкирское правительство шквал серьёзных и зачастую даже уголовных обвинений. Казнократство, обналичка денег, подлог, злоупотребление всех сортов и невыполнение обязательств по нацпроектам – это только малая часть тех обвинений, которые предъявила госпожа Гундорова. Детально с этими обвинениями вы можете познакомиться, как говорится, в первоисточнике, читайте «Пруфы.ру». Но откуда, главное, зачем взялась вот эта отчаянная отвага у, собственно, взрослой, сформировавшейся чиновницы? Спрашиваете вы и спрашиваю я. Да ещё с такой сестрой, целым вице-премьером и министром финансов. Вот и мне не даёт покой этот вопрос. Давайте разбираться. Несмотря на то, что младшая сестра и министр финансов Лира Закуановна сейчас рвёт на груди красивый пиджак и клянётся Радио Фаритовичу в том, что она не при делах, что она с сестрой не общается и прочее, прочее, конечно, поверить в это, согласитесь, сложно. Как трудно поверить и в то, что более успешная младшая сестрёнка никак не причастна к назначению на тёплое местечко своей старшей сестры-неудачницы. Сам по себе информационно-аналитический центр – это типовое для всех регионов России решение, которое было принято 7-8, может быть, 9 лет назад. Эти информационно-аналитические центры вообще-то должны были заниматься цифровизацией процессов управления государством, а вовсе не контролем. Но вот только при Гундоровой в Республике Башкортостан этот центр превратился в некий ревизионный центр, по сути, дублируя функции многочисленных контрольных и ревизионных органов. Зачем? Всё просто. Там, где контроль и информация, там всегда власть и деньги. В своём пространном интервью госпожа Гундорова утверждает, что вообще-то она работала не на благо Республики Башкортостан, а по прямому указанию Росфинмониторинга и ФСБ. Безустанно готовила она справки и информацию, которые ложились чуть ли не на стол Путину напрямую. И в этих справках и информациях безжалостным образом разоблачалась вся команда Хэ. Что практически трудами госпожи Гундоровой были усажены на нары вице-премьер Беляев и министр Кучербаев. Много чего ещё утверждает сестра министра финансов. Но, кстати говоря, не увернулся от этих разоблачений и сам Хабиров. В его адрес звучат пока ещё смутные, неконкретные намёки о каких-то странных операциях в Красногорске, какой-то теневой собственности и прочее-прочее. Досталось и премьер-министру Назарову, которого обвиняют в централизации мусорной реформы исключительно в корыстных целях. Уф, тут, как говорится, у Усоцкого в песне. Если, правда, оно, ну хотя бы на треть, остаётся одно только лечь помереть. Очевидно, что заигравшаяся в Навального Гундорова, как говорится, зачерпнула обоими бортами. К этому интервью масса вопросов. Ну, первое. Посадка Беляева-Кучербаева точно не имеет отношения к скромной деятельности её казенного учреждения. Это достаточно большая, многолетняя на самом деле работа силовиков, и Гундорова тут точно ни при чём. Второе. Если бы она действительно работала на Росфинмониторинг и Федеральную службу безопасности, она бы точно не вопила бы об этом на каждом углу, потому что, как минимум, дала бы расписку. Половина тезисов госпожи Гундоровой – это точно предположение. Вторая половина – утверждение, не обоснованное никакими документами. Это тоже, согласитесь, настораживает. И главный вопрос – зачем ей это нужно? Всё может быть на самом деле сильно проще. По моим данным, полученным из компетентных источников внутри Белого дома, в тот момент, когда информационно-аналитический центр Республики Башкортостан было всё-таки решено упразднить за ненадобностью, госпожа Гундорова выдвинула абсолютно неисполнимые требования в отношении собственной карьеры, немедленно была послана в длительное пешее эротическое путешествие, и здесь уже события закрутились стремительно. Поняв, что ей ничего не предлагается взамен, и ничего она, значит, из этого дела не поимеет, госпожа Гундорова резко и стремительно распустила собственным распоряжением сотрудников информационно-аналитического центра, настолько резко, что некоторые из них до сих пор судятся за собственную зарплату, и нанесла магические знаки зерном в помещениях информационно-аналитического центра, не знаю, собственноручно или кому-то поручила, а также оставила в этом офисе не менее магические заклинания проклятия в адрес своих обидчиков. С осторожностью предположу, что подобное поведение руководителя казенного учреждения нельзя считать стандарты процедуры сокращения этого самого учреждения. В любом случае, мы ждем дальнейшего развития событий, потому что анонсирована вторая часть этого интервью. Посмотрим, как еще госпожа Гундорова будет разоблачать башкирское правительство. В конце концов, это не лишено некого смысла и будет очень любопытно. Если вы подумали, что я внезапно натянул на себя мантию защитника дьявола и встал на защиту чиновников команды Х, вы сильно ошибаетесь. Как, например, ошибались те, кто ждал от чиновников Минтранса Республики Башкортостан ремонта дороги Карпова-Шахша к 1 сентября. Обязательства таковые были даны несколько месяцев назад, но гражданин Калибанов исполнять их не стал. Посмотрите, в каком состоянии сейчас находится дорога, после того, как ее окончательно раздолбали большегрузы, работающие на восточном выезде. До 1 сентября остается 5 дней. И также ошиблись в своих ожиданиях родители, которые рассчитывали 1 сентября повезти своих детишек в школу номер 115. Ее, вопреки обещаниям и выделенному финансированию в 632 миллиона рублей, так и не достроили в срок. Чиновники Минстроя утверждают, что всему виной западные санкции. Ну, видимо, по ночам солдаты НАТО подсыпают сахар в бензобаке экскаваторов и бьют на части кирпичи на стройке, иначе это объяснить сложно. Отчего-то коварные санкции никак не влияют на проведение бесконечных хабировских праздников, фестивалей. Также они не влияют и на благоустройство. А благоустройство всего обозримого пространства, которое попадает в поле зрения дорогого Радия Фаритовича. Обустройство этого при помощи исключительно араратской лиственницы. В скором времени, судя по всему, к этому печальному списку разочарований придется добавить и сроки строительства развязки Зинина-Нагаева, и Шахшинский мост, и мост в створе улицы Интернациональной в Уфе. Пожалуй, что этот список будет долгим-долгим-долгим. Если бы не суровый климат, Уфа неизбежно была бы переименована в Уральскую Венецию. Уже полтора месяца продолжаются регулярные потопы. По улицам бегут реки различного цвета, бьют ключи и ручьи. В общем, все это, прямо скажем, не радует глаз горожан, а Уфа-Водоканал никак не может укротить этого кханалию. На улице Чернышевского потоп. На улице Мусы-Джалиля река. То же самое на улицах Расулева, дом 8. Салават Юлаева 1 дробь 1, Салавата 17, Российская 17 дробь 2. Ну, собственно, это только из новенького. Многие гейзеры прошлых недель продолжают действовать до сих пор. А как же действует в этой ситуации наш креативный мэр? Он уже в сапогах, со шлангом, с лопатой в руках? Вовсе нет. Ратмир Мавлеев безмятежно курирует срочное освоение 200 миллионов рублей на благоустройство пространства вокруг памятника голенькому сверстнику с Кураем, около закрытого кинотеатра «Искра» и напротив закрытого госцирка. А еще Ратмир Мавлеев в упор не замечает того, что на улице Новомостовой 4А застройщик, пока еще неизвестный, вознамерился снести выявленный объект культурного наследия и построить там ЖК «Нью Бридж» – элитный жилищный комплекс на 11 этажей и всего на 59 квартир. Уже начали разбирать на части постройку начала 20 века, несмотря на то, что этот выявленный объект культурного наследия прошел реновацию 3-4 года назад. Министерство культуры прикрывается тем, что, хотя объект – это и культурное наследие, но его вовремя еще не успели внести в реестр объектов культурного наследия, так что, как говорится, у нас кто успел, тот и съел. Наши сюжеты о реализации энергосервисного контракта Мавлеева и, собственно, исполнении этого контракта наделали много шума в определенной среде. Производитель светильников ООО «Башлайт» действительно не состоял в реестре отечественных производителей этих светильников с 1 апреля 2023 года. А это по закону препятствия для участия в госконтракте более 1 миллиона рублей. В срочном порядке ООО «Башлайт» вписалось в этот реестр уже с 16 августа 2023 года. Однако на эту дату, по сведению наших неутомимых экспертов, пожелавших, собственно, остаться анонимными, уже было отгружено примерно 25% объемов этих светильников от количества по контракту. Мы помним 47 тысяч светильников. И примерно 20%, по словам самого мэра Мавлеева, уже были смонтированы. Это примерно 11-12 тысяч светильников. Получается, что каждый пятый светильник по этому контракту является контрафактным. И что теперь делать? Заменить их на нормальные? Ну, точно не получится. Проще, наверное, что-нибудь подхимитить с датами и документами. Хотя даты вхождения в реестр изменить будет практически невозможно. Полагаю, что фактов, вот вышеизложенных, более чем достаточно для прокуратуры и для проверки законности исполнения этого гигантского по сумме государственного контракта, который ввергает город Уфу в длительную финансовую кабалу. Но, на всякий случай, по моим сведениям, сейчас готовится обращение в прокуратуру со стороны той самой экспертной группы, которая, я имею в виду, обращение, должно определенным образом формализовать и подстегнуть действия в отношении проверки этого энергосервисного контракта. Меня часто упрекают, что я излишне увлекаюсь тематикой Уфы и за скобками остаются города и районы Башкортостана. Согласен, действительно, дури и дикости хватает у нас везде и повсеместно. И вот вам несколько примеров тому. Город Агидель. Наиболее депрессивный, упадочный город среди всех городов Республики Башкортостан. Это можно иллюстрировать тем, что в прошлом году, например, в этом городе у мэрии не было денег даже на установку новогодней елки в центре города, чтобы порадовать немногочисленных детишек Агиделя. Так вот, эта самая депрессивная Агидель внезапно разбогатела, судя по всему, настолько, что может теперь заказать себе логотип у одного из самых дорогих дизайнеров России, Артемия Лебедева. Видимо, все остальные проблемы Агидели уже решены, социально-экономические и прочее. А последняя из этих проблем – это дорогостоящий ребрендинг. Вот полюбуйтесь на то, что наваял тот самый Артемий. Мне лично тут же на память приходит то, как он смог героически и за много-много миллионов рублей нарисовать букву «М» для московского метрополитена. То есть перерисовать букву «М». Ну вот, с Агиделью примерно то же самое получается. Отдельно надо отметить, что мэр Уфы Мавлиев, кстати, тоже заказал себе единый дизайн для Уфы и тоже у того же самого Артемия Лебедева. А вот как борются с незаконными свалками, называя это красивым словом рекультивация, в Крамоскалинском районе, в селе Новые Киешки. Это видео нам прислали наши бдительные подписчики. На них, собственно, на этих кадрах не убавить, не прибавить. Так, Федан Салехович, объясните, что за техника работает на территории сельского поселения Новокижкинский сельсовет и почему они без опознавательных номеров? А? На каких основаниях работает вот эта техника без опознавательных номеров? Вы лицо, предоставляющая власть, и я к вам официально обращаюсь. Как это без комментариев? То есть вот машина сельского поселения, сельского совета. То есть рекультивация данного участка происходит, смотрите, каким образом. Собирается весь металлолом и сдается в пункт металлоприема. Но вон там резина лежит, весь пластик остается на месте. То есть посмотрите, обратите внимание, работают большие грузы без государственных номеров. То есть где это видано? Никаких опознавательных знаков. Что за организация? Где госномера? То есть это полное нарушение законодательства. Кстати, экскаватор, он тоже без никаких опознавательных знаков. То есть рекультивация свалки происходит вот таким образом. Вот отсюда вот отгружается, и вон туда просто тупо сгружается. Вот это называется рекультивация местной несанкционированной мусорной свалки. То есть, а весь мусор, который лежал, пластик, резина, который веками не перерабатывается, так и остается на нашей земле. Боюсь, что по той же самой технологии будут рекультироваться и остальные незаконные свалки в Республике Башкортостан. А наш регион рекордсмен в Российской Федерации по количеству незаконных свалок. Их у нас несколько сотен, и вот их, наверное, ожидает примерно тот же самый процесс. На минувшей неделе Башнефть в десятый за лето раз подняла цены на топливо. Пытаясь выяснить отношение к этому наших подписчиков, мы провели опрос в нашем телеграм-канале, на который вы, кстати говоря, все еще не подписаны и подпишитесь, там интересно и весело. И опрос этот звучал примерно так. Что стало причиной стремительного роста цен на топливо? В опросе поучаствовало более тысячи человек, и 55%, около 600 человек, здраво рассудили, что, собственно, подъем цен – это естественная реакция рынка на безумные действия российской власти в области экономики. Ну, собственно, я присоединяюсь к этим 55%. 29%, около 300 человек, подозревают некий заговор нефтяников и стремление компенсировать потери от продажи нефти и нефтепродуктов на внешних рынках за счет россиян. Что, собственно, тоже может быть следствием того самого мудрого руководства страной, которое мы наблюдаем последние полтора года. 10% опрошенных свято верят, что за удорожанием топлива стоят все те же самые солдаты НАТО, которые по ночам меняют таблички с ценами на автозаправочных станциях. И 6% респондентов заявили, что они безразличны к ценам на бензин, так как они работают в музее и их там очень хорошо кормят. Из результатов нашего опроса в нашем телеграм-канале «Открытая политика» следует, пожалуй, единственный вывод, что большинство здравомыслящих людей понимают ситуацию в стране, понимают экономические перспективы и понимают, что все наши беды, собственно, от нашего собственного руководства. Та тишина в публичном и медийном пространствах, которая стоит в отношении выборов в Государственное собрание Республики Башкортостан, которые, кстати, случатся через 15 дней, так вот эта тишина наводит меня на мысль, что никому уже, собственно, эти выборы не интересны, что и так все понятно и так далее, и так далее. Хотя время от времени меня спрашивают и просят прокомментировать некоторые аспекты выборов, так что напишите нам, пожалуйста, в комментариях, стоит ли освещать вообще тему этих выборов, стоит ли это делать отдельным выпуском, стоит ли нам говорить обо всех этих Бузыкаевых, Гайсиных, Монсонах и Шамилях Валеевых, которые в скором времени не воцарятся в нашем госсобрании. И вообще это действительно стоит теперь обсуждать выборы, или выборы у нас, как сказал Песков, это не вопрос демократии, а вопрос бюрократии. Завтра, 27 августа в 21.00 на канале «Открытая политика» финальный летний стрим. Подключайтесь, обсудим гибель Евгения Пригожина, обсудим двойников Путина, новые пристрастия Хабирова. Заранее вопросы можно присылать к стриму в комментариях вот к этому нашему сегодняшнему видео. Все я их прочитаю и на все на них обязательно отвечу, если они будут интересными и актуальными.